Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день в эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня замечательная тема, вкусная, ароматная. Я уже чувствую вот этот великолепный запах пряный. Пряный можно так в отношении чайного аромата говорить? Нет. Нельзя? Терпки лучше, чем пряные. Терпки лучше, чем пряные. Но они на самом деле хорошие цветы, и хорошие чаения обычно имеют очень сладкий цветочный аромат. Ну, я сразу же понимаю, что здесь огромное количество нюансов, и слава богу, что сегодня в студии, в гостях у меня человек, который с этими нюансами знакомый, наверняка сможет нам о них очень подробно рассказать. С удовольствием представляю гостя. Михаил Баев, президент клуба «Чайная культура». Михаил, добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Собственно, традиционно мы строим его, начиная от общих каких-то вещей, переходим к частным. Ну уж, поскольку мы заговорили о вот этих особенностях чайного запаха, вкуса, аромата, может быть, давайте прямо и с него и начнем. Вот, в принципе, о чем мы говорим прежде всего, чтобы отличить, ну, я не знаю, там, хороший, очень хороший, или, может быть, каких-то внутри хороших чаев, да, поделить их на какие-то составляющие. Тогда сразу можно было бы разделить, скажем так, на чай и не чай, потому что у русских людей есть обычай называть чаем все, что заваривается горячей водой. Здорово. Будь это поджаренная морковь или сушеные веточки вишни, или чабрис душится зверобой, или, там, иван-чай вновь модный, который в царское время относился к продуктам уголовно наказуемым за производство иван-чая, отправляли на каторг. Серьезно. Потому что это был главный продукт для фальсификации чая. Трудно отличить, да, ну, по внешнему. Внешне можно было, те, кто не знает, потому что его ферментировали, скручивали, внешне он был похож, а чтобы еще был цвет, либо золы, либо глины добавляли, то есть подкрашивали его вот таким образом. И поэтому чай, прежде всего, это напиток, который готовится из листьев растения, называющегося камелия китайская. Есть несколько разновидностей этого растения. Растения бывают прямоствольные деревья до нескольких десятков метров высотой, бывают кустарник крупный, древовидный, похожий на нашу черемуху или каликалину, рябину. Есть кусты... Ну, как правило, когда картинки показывают сбор урожая и чая, это как раз кустарнички, да? Это кустарник, но разные виды чая можно просто этому дереву не дать вырасти, если его все время обрезать. Там остается ствол, и крона формируется, собственно, обрезкой. А сами они по виду... Вот есть небольшие кустики, 50-60 сантиметров, скажем, они растут в Хуаншань, в Желтых горах в Китае. Есть в том же Китае на горе Фанхуан, скажем, древовидные, вот эти там до 2-3 метров высотой. Самое старое дерево там династии... Сейчас я вспомню, династии Сун, да, Сусунский чай. Оно, наверное, высотой будет метров 5. Такое дерево. Но это, видимо, уже дикие варианты и не культируют. Нет, это культурный чай, который является национальным достоянием. Там вокруг него сейчас забор, прозрачный колпак и все такое. В Юннань, провинции, в Сишуамбанна, на границе с Бирмой, я видел самое старое чайное дерево. 2,5 обхвата, 2700 лет возрастом и порядка 40 метров высотой. Вот такие вот разные. Но все это камелия китайская, которая имеет разные названия. Есть еще камелия асамика, которая найдена была древовидная в Индии. Но практически все эти чайные растения родом из Китая, так или иначе, оттуда их вывозили, размножали. И вот эти разновидности, которые получаются на месте, они дают лист, из которого готовят напиток, который называется по-китайски чая. А чайный лист по-китайски называется чайе. То, из чего готовят чай. Ну, очень созвучно. Очень созвучно. Можно сказать, Михаил, что в принципе, если мы говорим о чае, то это исключительно китайский. Ну, как он может быть исключительно китайский? Если, скажем, в VI-VIII веке чай стал проникать в страны Востока, в Центральную Азию, Японию, Корею и так далее. Значит, по шелковому пути распространялся в начале XVI века, наверное, стал известен русским через Сибирь. В XVI веке прочно проник на Запад. И вот тоже, собственно, есть какой-то 600 лет какой-то чайной культуры. Не китайской. Небольшая история. Да, небольшая. Для Китая небольшая, а для нашего мира это очень ощутимо. Конечно, конечно. Один из самых популярных на планете напитков. Мне показалось просто, я не знаю, насколько корректная ассоциация. Есть напиток под названием коньяк, который производится исключительно в одной французской провинции. А есть огромное количество подобий этого напитка, но с юридической точки зрения они коньяком называться не могут. Они называются бренди. Да, но если грубо сказать, коньяк, вот это напиток, который появился от того, что были таможенные пошлины несусветные, и потом кому-то выпившему померещилось, что надо дважды перегонять. Оттуда возник коньяк. То чай, собственно, всю свою историю порядка 4800 лет в Китае известен как напиток драгоценный, восполняющий здоровье, продлевающий жизнь. Ясно. Ясно. Ну и, кстати, сразу же, если вы не возражаетесь, коснемся вот этого замечательного термина «чайная культура». Чайная культура. Собственно, клуб, вот этот наше название, оно возникло в России в 95-м году, когда нужно было как-то привить моду на культуру употребления дорогого чая. Потому что качественный чай нужно качественно готовить. В этой фразе «дорогое» ключевое слово какое? Дорогое и качественное. Я думаю, что они равноценные, потому что хорошее не бывает дешевым. Это очевидно. Я просто вернусь к тому, что и при советской власти, ну, как известно, в Советском Союзе чай-то был. Я уж не знаю, правильно ли называть его чаем, но в том контексте... Правильно. Правильно все же, да, в том контексте, о котором мы говорили несколько времени назад. Вот. Но, еще раз повторю, да, здесь ключевое, в этой фразе ключевые слова качественные и, соответственно, дорогие. Только указом Владимира Ильича Ленина был создан главчай, такая организация после революции. А чая экспроприирована у русских торговцев, революционерам, и их хватило до 1924 года. Россия перестала закупать. Чай был государственной монополией. Вот этот главчай, он определял, кому сколько чайку выделить, там, кто пришел к Владимиру Ильичу, значит, напоить сладким чаем и расстрелять, там, ну, как обычно. Вот. И до 1924 года Россия не закупала чай. В связи с этим, конечно, обрушились наши поставки, вот того, что в основном Россия закупала чай в Китае, и это была совершенно исключительная закупка, потому что было качественное отличие в торговле остынской компанией с Китаем и Российской империей. Меня иногда обвиняют в том, что я, значит, клевещу на Британскую империю в том, что они не очень честно закупали, не очень правильно это все происходило. Ну, можно взять любой учебник истории и посмотреть. Англичане приехали в Китай за чаем, китайцы им сказали, нам от вас ничего не надо, спасибо, до свидания, император не принял посла. И тогда англичане привезли в Китай оружие. Современное огнестрельное оружие западного мира в Китае, когда изобрели порох, император велел казнить изобретателя, а порох употреблять только в фейерверках. А англичане стали поставлять оружие, серебро, а затем табак, и научили китайцев курить. Курят китайцы до сих пор, все всегда. А потом, когда император Конси запретил ввоз табака, англичане наладили промышленное производство опиума, и вот наркомания, собственно, на планете нашей появилась от того, что Англия закупала в Китае чаек. 90% китайцев стали тяжелыми наркоманами. А Россия имела закупки на основании государственных договоренностей. Если английские купцы не могли выходить дальше порта, то российские имели свои фактории на местах произрастания чая. И в момент сбора чая у производителя непосредственно закупали на аукционной основе, упаковывали в родной упаковке, по суше довозили до Нижегородской ярмарки, или до сибирских ярмарок, или до московской. И, собственно, это был разный чай, потому что английский, его покупали в порту, а в порту чай не растет. И его доставляли по морю, а трюм корабля, это, конечно, такое не очень хорошее место для чая, потому что чай моментально вдыхает все запахи и все, что вокруг него есть. И влагу, да? И влагу разумеется. И Россия закупала чай в Китае, а англичане в 1831 году посадили впервые украденные саженцы успешно в Индии. В 1836 году была первая поставка индийского чая ко двору королевы, к королевскому двору английскому. Но индусы, которых заставили выращивать чай, они его никогда не выращивали, они его не пили, они его боялись. Просто у них был хозяин, который больно дерется стеком, и он заставлял делать чай. Поэтому чай был, ну, какой получился. Вот, и когда в 1949 году англичане ушли из Индии, то этот индус, у которого не стало хозяина с астеком, он не знал, что делать с этим чаем. Михаил, я прошу прощения, очень интересно, но мы вынуждены прерваться. Сейчас новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Михаил Баев, президент клуба чайной культуры. И говорим мы на тему чайного рынка России. Ну, сейчас в основном мы обсуждаем некую историю, очень интересную историю. И Михаил остановился до новостей как раз о том, как из Китая, да, чай появлялся в других регионах мира. Ну, в частности, как он появился в Индии, а потом, соответственно, в Британии. Михаил, продолжайте, пожалуйста. Ну, в Британии чай появился от голландцев, у голландцев от португальцев. В португальце, в провинции Фудзянь, на севере провинции Фудзянь, в урочище Тунмугуаня у семьи Тянь закупили чай под названием Джаншан Сяо Джун. Я знаком с человеком 22-го поколения этой семьи. Он мой хороший приятель, поздравляет меня обычно с праздниками. Вот 22 поколения его семьи делают чай, который когда-то впервые они, его предки, продали португальцам. Португальцы продали голландцам, от голландцев чай попал к англичанам. И португальцы и голландцы начали высаживать чай в своих колониях, так он попал в Сингапур, в Малайзию, в Индонезию. А потом уже это знамя подхватило Англия и подхватило его в Европе очень прочно. И до сих пор удерживать можно, говорит? До сих пор, конечно, конечно. Потому что если в европейских странах, я вот два дня как вернулся из Европы, там местные жители в основном чай пьют, когда заболеют. Это говорит о том, что они... Выпить чай, он говорит, ты что, заболел, что ли? Нормально. А так кофе. То есть чай они воспринимают, да, как некое... Все-таки как лекарство. Лекарство, да. Интересно. А в Россию все-таки, если вернуться, значит, до 24-го года, да? До 24-го, а потом нужно было где-то покупать. Но в Китае в это время уже заблудился призрак коммунизма. И бедная страна, пораженная опиумом английским, стала больной нацией Азии. Бесконечные войны. И в Китае ему было не до торговли чаем. Поэтому наши наладили производство, опять же, при помощи мирового капитала из Индии. Из Индии, из Сейлона, куда чай попал, опять же, усилиями англичан в 1876 году. А вот наш знаменитый, ну, в прошлом, наверное, знаменитый краснодарский чай, это потомок индийского все же, да? Краснодарский чай, потомок китайского. И в Грузии, и в Краснодаре чай был привезен вместе с китайцами. То есть взяли саженцы, взяли специалиста китайца по просьбе государя. Государь награждал его, у него были государственные награды у этого китайца, который посадил там и успешно помог, чтобы эти саженцы пережились и наладилось производство. Но, учитывая специфику, все-таки география и почва другая. Один и тот же чайный куст, если его пересадить в другое место, он не даст такого. Будет им им, да. Потому что каждый вид чая в Китае, это уникальный геофизический компонент. То есть это почва, это воздух, это влажность, это ветер и так далее. Не случайно, видимо, изначально-то он там и появился, да? Ну да, да, да. Поэтому наши, конечно, хороши. И вот тот самый любимый всеми чай в Советах со слоном, он состоял из двух третий грузинского и одно третий английского чая. Фу, ну, сори, индийского. Индийского. Индийский, две трети грузинского. То есть добавляли хорошего чая, так сказать, для того, чтобы создать объем. Когда вы рассказывали о начале, да, прошлого века, вспомнили Владимира Ильича, и фраза прозвучала такая, сладкий чай. Вот насколько вам, как профессионалу, это тоже, эта фраза не режет слух. Сладкий чай. Вообще можно добавлять что-то в чай? В принципе, можно и добавлять. Если чай приготовлен правильно, это хороший чай, то он сладок. Сам по себе. Сам по себе. Сам по себе. И тогда уже туда не хочется ничего добавить. Но если он неправильно приготовлен, и он терпкий, то в него хочется добавить сахарочку. И, собственно, есть и в китайской традиции очень много рецептов, когда добавляется тростниковый сахар в некоторые напитки, содержащие чай. Так что, само по себе, ничего страшного. С учетом того, что мы чай, если, скажем, человек пьет утром чай для того, чтобы взводриться и получить заряд, то очень хорошо чашка именно крепкого горячего чая, потому что глюкоза сразу в кровь, и она в энергию, и это утром оно не пойдет в жир. А чай взбодрится. Горячего сладкого именно, да? Да, да. Ну, горячего чая лучше не пить холодным. Для холодного чая есть другая история, отдельная. То есть здесь его нужно специально готовить. Как правило, это сухой лист заливается холодной водой. И какое-то время настаивается. Да, если вы, скажем, хотите получить прекрасный охлаждающий напиток, то берите зеленый чай, заливайте его холодной водой, ставьте на ночь в холодильник, и утром пейте замечательный полезный напиток. И причем любой зеленый чай можно? Ну, да, речь идет о том, что любой, если он хороший, если он правильный. А то, что заварено, то есть то, что залито было кипятком, оно экстрегировало в настое определенные компоненты, уже произошли химические реакции, которые при остывании дадут необязательно полезные. Поэтому вот если чай заваривали, то его лучше пить горячее, если вы хотите холодного, залейте холодной водичкой. Понятно, понятно. Здорово. Здорово, очень полезные рекомендации. Михаил, поговорим о рынке непосредственно, поскольку мы все-таки в рамках бизнес-класса обсуждаем эту тему. Как в России, в нынешней России, в современной России выглядит рынок чая? Говорят, что Россия находится на третьем, четвертом, пятом месте по потреблению, устойчивое четвертое после Индии, Китая и Турции. Я не знаю, почему Турция туда попала. В Турции я был в 90-е по чайной теме, и они начали выращивать чай в 60-е годы 20-го века. И, собственно, у них вот эта мода пить из маленьких стаканчиков стеклянных, она тоже относительно новая. Ну, то есть какая-то мода может быть, да? В принципе, в Средней Азии, конечно, очень много пьют чай. А сама по себе мода, несомненно, потому что в 70-е годы 20-го века на Тайване создали моду на культурное употребление чая, использовали чай как инструмент по перетаскиванию молодежи с Кока-Колы на традиционные напитки. И создавались чайные, в которых культивировалась традиционная культура. И, собственно, вот наш клуб был создан в Москве как инструмент показать, насколько традиционная культурная отличается от обыденного массового. Есть массовая культура запивания бутерброда, подкрашенной водой. Есть культура употребления напитка, который очищает ум, пробуждает дух, делает ясным зрение, нейтрализует яды, выводит шлаки, переваривает пищу, продлевает жизнь, очищает кровь. Это все чай. — Здорово. Ну, мне кажется, все-таки сложно в нынешних реалиях каких-то убедить молодежь заменить пресловутую подкрашенную воду. — Очень охотно убеждаются и просто влет. То есть, когда мы в 95-м начали, мало кто помнил в России, что в Китае чай растет. А сейчас рэперы поют какие-то песни, создаются какие-то клубы чайных пьяниц. Есть люди, которые очень любят чай, там, души не чаю, без чаю, вот, дайте чаю. И в целом годовой объем чая в России — это порядка 180-200 тысяч тонн. Это немало, если учесть, что... — Это объем потребления все же, да? — Из них, ну, наверное, 10% реэкспортируется в страны, это объем закупок. В целом объем оборота чая 10% уходит в страны СНГ на реэкспорт, а остальное, собственно, вот, реализуется здесь. И от этой суммы, от этого объема 5% наше российское производство, а остальное все импорт. Импорт в основном из Индии, Цейлона и из Китая. Китай вот уверенно начинает обгонять всех. Ну, Индия, несомненно, занимает такое особое положение, потому что хоть они и много пьют чая, но это не их культура. И хоть у них это было на... — То есть они изначально как бы на экспорт настроены были? — Да, они всегда были настроены на экспорт. Чай производился после того, что, знаете, на Цейлоне, когда погибли английские кофейные плантации, англичане высадили там чай, и он прижился. Местные жители отказались им заниматься категорически. И тогда туда привезли тамилов, которые в Индии занимались производством, вот под наблюдением того самого хозяина с астеком. И эти тамилы до сих пор там делают чай и делают массу проблем местному правительству, тигр-организации Табилы-Лама, если помните. Да, да. — Да, это они. Они хотят свободы чего-то, равенства, еще чего-то. Но, может, чай они хотят делать, я не знаю. Оказывается, да, в... — Оказывается, так. — Чай, чай и политика. — Все через чай, совершенно верно. — Собственно, государственная такая независимость Соединенных Штатов стартовала, пожалуй, от бостонского чаепития. Да, вот так. — Вот. — Заварили чаек в бухте, недовольные колониальные. — Сразу приходит, да, чаепитие в мытищах знаменитое. — В мытищах оно мирное такое было. — И тем не менее события какие-то ключевые политические. — Ключевые, да. — Да-да-да, как правило, за чашкой чая. — А за чашкой чая, вы знаете, можно достичь согласия в чем угодно. Потому что чай физиологически, он нормализует кровоток и снимает напряжение. Исчезают физические напряжения, исчезают напряжения ментальные. — То есть можно представить, да, что если мы собрались что-то обсуждать, при этом мы еще понимаем, что не нашли, да, точек соприкосновения. — Выпить чаю. — И готовы, да, еще и спорить агрессивно. Сели за стол, выпили чаю, и иначе все, да, воспринимается сразу иначе. — Успокоились и услышали друг друга. — Что самое главное. — Вот в этом плане чай работает. И поэтому он, собственно, быстро воспринимается и молодежью, и немолодежью. И вы знаете, в начале 90-х в Китае не существовало рынка дорогого чая, потому что когда Мао Джуси пришел к власти с коммунистами в Китае, он велел весь чай продавать подвою, а не за дзинь. — Весь, любой чай. — Да, просто вот государственная цена на чай. Два ивана за полкилограмма, и, собственно, есть чаи, которые, ну, делать 72 часа непрерывной работы. — И за эти деньги продавать. — Да, 10 часов собирать сырье, 72 часа работать, а потом получится 600 грамм чая. И вот за два ивана просто люди перестали делать этот чай. Хотя потом правительство заставило делать много для себя. То есть качественный чай в основном расходился по номенклатуре в Китае. Рынка не было. Ну, и не было людей, способных купить дорогой чай. А сейчас в Китае богатых людей гораздо больше, чем население в России, и они чудят там на аукционных и конкурсах по полной. — Да, да, здорово. Так вот эти 5% чая, который произведен в России из всего объема. — А для Рассочи Лазаревская Краснодар. — Ну, в принципе, это не так много. Это связано с тем, что все-таки в постсоветские уже времена как-то были утеряны, я не знаю. — Они были утеряны напрочь, потому что в предперестроечное время плантации чая в Адлере раздали под дачные участки людям. И люди выкорчевывали эти чайные кусты самого семерного драгоценного чая, который с таким трудом был привезен и культивирован под государственные опеки. И борются до сих пор, потому что у них на дачу чай лезет, а им надо морковку. — Да, и укроп посадить. — И укроп посадить. Но в последнее время есть инвестиции, есть интерес, люди вкладываются, и рынок понемножечку развивается, то есть производство чая налаживается. — Михаил, еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем чайный рынок России, ну и я так понимаю, не только России, потому что это интернациональная культура, как выясняется. А в гостях у меня Михаил Баев, президент клуба «Чайные культуры». Еще раз вернемся к нынешней действительности в России, да, к сожалению, всего лишь 5% от общего оборота, именно потому что в постсоветские времена, к сожалению, я сразу вспомнил борьбу с пьянством, так называемую, Горбачевскую, помните, да, когда выкорчевывались виноградники, вот примерно по той же схеме, да, совершенно верно. — И так же с чаем поступили. — Ну, сейчас возрождается, и, собственно, вот эта попытка сделать качественный чай, я, например, знаю русских энтузиастов, которые, научившись вот у нас в чайной культуре и увидев ее в Китае, пытаются в Лаосе сейчас наладить производство хорошего чая, идентичного к китайскому, но который был бы по разумной цене, потому что на некоторые бренды чая цены задираются просто катастрофически. — Китай именно. — В 2005 году в средствах массовой информации Китая сказали, что пуэр дорожает до 500% в год, и все китайцы купили себе пуэра. Его за два года продали больше, чем за сто лет сделали. — Здорово. — То есть все начали лепить пуэрообразный чай из всего вообще. И, скажем, у компании Unilever возникли проблемы с закупкой сырья в Юннане. 60% своего сырья они закупают там. — Михаил, а по патруль можно? Пуэр — это какой-то специфический, видимо, чай. — Пуэр — это чай географического происхождения. В XVIII веке император Цзэнь Лун в затрапезном городишке Пуэр поставил пункт по контролю за поставками, объемом и качеством чая ко двору из округа, который назывался, из местности, которая называлась «Шесть знаменитых чайных гор». Вот они, манджуры-кочевники, которые правили, собственно, последняя династия, это была манджурская, монгольская Китай. И вот эти кочевники, они любили вот этот прессованный чай, который им поставлялся когда-то по шелковому пути. Ничего там особенно выдающегося нет, и в Китае до формирования вот этого рынка это был самый такой простой дешевый чай. Ну, просто растет он в очень диких местах, он очень мощный, его можно заваривать там много десятков раз. Он, конечно, обладает выраженными и хорошими эффектами. Собственно, кочевники покупали чай для китайцев, это было, китайцы говорили, дикие люди севера употребляют в пище очень много мяса и молока, и без чая переварить это невозможно. Вот это про кочевников. И вот в 18 веке в городишке Пуэр был поставлен пункт по контролю, а потом этот чай стали называть Пуэром. Потом, когда призрак коммунизма там гулял по Китаю, местные жители перестали делать чай, потому что его не покупали, и у них на складах лет 30-40 лежал чай, который они сделали в начале века, когда туда вернулись уехавшие в 1949 году богатые китайцы из Тайваня и Гонконга, и увидели этот чай, на него возник безумный интерес. Все это винтажное тут же скупили за безумные деньги, и китайцы начали пытаться производить что-нибудь похожее сейчас. В результате была внедрена в конце 70-х годов технология такой ускоренной усиленной ферментации, которая по-русски, наверное, точнее всего, будет звучать, как влажное скирдование. Готовый чай обливают водой, в нем начинаются биохимические процессы, он приедет, температура поднимается до 80 с лишним градусов, и за два месяца он перепревает и становится очень черный. При этом он мягкий, он полезный, он очень хорош для всех. И качество их не теряет при этом, да? У него нет аромата нежного цветочного аромата, он пахнет, если по-хорошему, то старостью, а если там не очень качественное было вот это скирдование, то может пахнуть и не очень приятно. Но некоторым нравится. И вот этот чай, китайские массовые средства пропагандировали то, что это хорошее вложение денег. И цена рванула, и, естественно, там простые чаи стоят каких-то совершенно несуразных денег. Поэтому есть русские энтузиасты, которые из растущих в Лаосе прямоствольных деревьев, то есть похожее сырье, географически это недалеко. Я бывал в деревне, когда за забором Лаос, там граница незакрытая, то есть ты стоишь одной ногой в Китае, другой в Лаосе. И тут, естественно, похожие чайные растения. Вот наши ребята делают чай там уже три года, по-моему, пытаются наладить. И когда они познают все тонкости производства, может быть, они обратятся и на наши чайные грядки, если такое. Потому что одно дело промышленный чай, который делается машинами, заводами, газонокосилками, у которого должно быть много сырья, потому что завод – это площади, это оборудование, это расходы. И эти мощности надо загружать, для этого должны быть объемы. А весь качественный чай в Китае, например, делается в мелких крестьянских хозяйствах. И за сутки семья может сделать 3-5 килограмм чая. Вот в сезон сбора чая они его делают непрерывно. На перекупщики у них скупают, потом приблизительно одинаково по качеству смешивают. Так возникают на китайском рынке товарные объемы. Здорово. Если можно, Михаил, давайте обсудим детали, я имею в виду многообразия различных сортов чая, как неискушенному, собственно, любителю все же чая, ну, если он к таковым себя относится, разобраться, разобраться. Ну, будем говорить о том, что все же мы будем ориентироваться на, ну, относительно дорогой, да, то есть качественный товар, как разобраться? Здесь два пути эмпирические, когда вы пробуете, если вам это нравится, то... Пробуете запах, пробуете вкус непосредственно? Смотрите на сухой лист, вид, цвет, вкус, аромат, 4 чайные драгоценности, смотрите на сухой лист, он вам нравится, вы его понюхали, вроде бы приятно, вы его заварили, выпили, это красиво, настолько интересный вкус, послевкусие, ощущение, вот, аромата, вот, заваренного чая, это всегда разное. Здесь нужно сказать, что если углубляться, вот, в чайную культуру, отходя от рынка, то невозможно одинаково приготовить чай два раза никогда. Один и тот же? Один и тот же, в одной и той же посуде, на одной и той же воде, он получается удивительным образом разный. И... Это свойство качественного чая, или, в принципе, так должно быть? Это свойство качественного чая, который имеет характерные яркие черты, потому что, ну, вот, например, в Свисоэр мне дали чай, это была коричневая вода, там не было ничего, ни вкуса, ни аромата, никак. Хотя старательно заваривали, видимо, да, какие-то технологии. Да, 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 дают тебе чай, пожалуйста. Поэтому, конечно, хороший чай. И более того, если вы один и тот же чай в одинаковую посуду и наливаете нескольким людям, у каждого из них будет разный чай, это объективно. Я это видел много, и по-другому не бывает. Почему, это я не знаю. Поэтому с чаем и с его достоинствами, это всегда... Это нельзя говорить абстрактно, это всегда конкретно. Вот этот чай, вот сейчас он такой. Это один путь эмпирический, берешь его, пробуешь, узнаешь, какой он вчера, сегодня, завтра, какой он с утра, какой он вечером, а потом потихонечку начинаешь узнавать на рынке, какой из этих может быть еще. А вернее, конечно, и так надежнее путь, это обратиться к специалистам. То есть сейчас большое количество чайных клубов, в которых специалисты, как правило, прошедшие обучение и обладающиеся каким-то объемом знаний, вот обратиться к специалистам, узнать, какой он бывает чай. Вот белый, желтый, зеленый, бирюзовый, красный, черный, призованный, цветочный, пуэр, выделены в отдельную группу. Вот этого всего, несколько тысяч наименований. При этом нужно понимать, что китайцы, имеющие тысячелетние традиции обманывания иностранцев, любящие и умеющие это делать, они могут для массы чайов придумывать свои названия. Вот когда иду я по китайскому рынку, по чайному, за мной бежит мой старый друг, большой специалист по чае, ученый, хороший. Он мне кричит, Миша, я такой тебе чай нашел. Древний, очень знаменитый. Пойдем посмотрим. Пойдем, приходим мы к нему в лавку, он мне показывает изумительный чай. Говорит, этот чай называется Теолумбасюэ, белый снег девяти драконов. Красиво. Красиво. Да. Я говорю, Доша, отсянь, почем? Говорит, дорого. Значит, я покупаю у него какое-то количество этого чая. Но дело в том, что если обратиться к любому потом продавцу чая в Китайской Народной Республике и спросить у него белый снег девяти драконов, он будет таращить глаза или особо наглые попытаются впарить что-нибудь свое. То есть вот есть название... Под этой торговой маркой. Да, есть название, которое придумал этот китаец для своего чая. Причем на ходу. На ходу Тууджу, понимая меня и чем меня можно окучить. Да, вот, белый снег девяти драконов. Вот так. Это ментальность, видимо, да, такая? Черт, это ментальные черты. Этого в Китае много, поэтому обратиться к специалистам, они покажут, расскажут, расскажут, как заваривать, потому что есть нюансы в приготовлении. И сказать вот конкретно, что зеленый чай – это только первый листочек или почка с листочком, это неправда. Потому что есть тайпин хоуку, знаменитый такой зеленый чай из императорских, где чайные листья в готовом чае, в сухом чае, до 5-7 сантиметров, очень крупные вот такие листья. И, скажем... Причем они в сухом виде такие? В сухом виде такие. А когда развариваются, то они лопухами становятся? Они лопухами не становятся, они просто становятся мягкими. Здесь он твердый такой, сплющенный, поджаренный, а когда его заварят, он осмягчается. Но это большие, крупные листья. Или, скажем, для улунских чаев берется подросший росток уже, когда берется одна почка и 3-4 листа. А для пауэрского чая берется и 4-5 листов уже, больших таких, крупных. Поэтому говорить, что для чая, там, вот из первых трех нежных листочков, это тоже неправда. Невозможно сказать абстрактно. Но общие понятия такие, что чем более однородный чай по виду, тем это выше его качество. Чем больше в нем целых листьев, тем он дороже и ценнее, и качественнее. Потому что из-за разломленного листа быстрее экстрагируются в настой компоненты, содержащиеся в каком-то глубоком слое чайного листа. А в целом листе они отдаются постепенно. Вот. И самый главный показатель, что чай должен быть целый. Ну, наверное, даже неприлично будет задавать этот вопрос вам, но тем не менее. Я предположу, что большое количество, и наших слушателей в том числе, пьет чай в пакетиках. Можно это называть чаем-то? Почему неприлично? Прилично. И, конечно, можно называть чаем. Но оно же неплохо есть. Ну, то есть это просто... Бентли, Мазерати, Феррари есть. Я не знаю. Брэксваген, Опель. Каждая машина когда-нибудь становится Опелем. И каждый чай когда-то может стать вот этим сырьем для пакетика. Ну, то есть это нормально. Это просто способ доставки, да? Нормально. Для потребителя. Нормально. Это самый простой, самый, можно сказать... Ну, неправильно сказать, что это самый дешевый продукт, потому что эта крошка может быть от очень дорогого чая. И тогда и крошка будет дорогой. Это крошка, остающаяся в процессе производства чая. То есть чайный лист неизбежно как-то крошится, обламывается. И вот потом его сортируют самое целое, уходит в одну коробочку, которая ломаная в другую, сильно ломаная в третью, а вот крошка пыль в четвертую. И это потом идет в пакетики. Но это чай. В 90-е годы была тенденция подделывания усиленного. То есть много... Подделывание крошки вот этого? Много чая появлялось на древообрабатывающих заводах, на российских. Но сейчас этого уже нет. То есть можно доверять, да? Можно доверять, я думаю. Если нормальная упаковка, известный бренд, то они следят за качеством. Ну, а специфика какая-то есть? Заварки именно чая в пакетиках? Или все банально достаточно? Воды налил, положил, подержал, выбросил? Я не сильно знаю эту культуру. Хотя доводилось. Доводилось. И сырье для пакетиков я поставляю, в принципе, тоже. Но вот чтобы самому пить, я не вдавался в глубину традиции. Я понял. Я знаю, что сама по себе она возникла когда-то, когда один английский, не помню сейчас фамилию, он закупил очень хорошего китайского чая, драгоценного, и своим друзьям отправил в подарок. Каждая порция чая, у него было немного, он был в красивом шелковом мешочке. Это подчеркило драгоценность этого чая. Понятно. Друзья, получив эти мешочки, подумали, что это для заваривания. И вот оттуда, собственно, стартануло. Ну, это здорово, это такая романтическая история. Романтическая. А потом заменили на бумажку, и все. Михаил, спасибо. Давайте еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Михаил Баев, президент клуба «Чайные культуры». И мы говорим о чайном рынке России и мира, собственно, тоже. Возвращаясь к клубам «Чайной культуры», все-таки достаточно, ну, можно говорить, что это новая какая-то форма взаимоотношений в России, да? Не только в России, а что-то похожее вот было на Тайване в 70-е годы, 20-го века. А потом, вот клуб, с которого началась вся эта новая чайная история в России, новая культура, это мой клуб, он создавался, собственно, из того, что... Что-то я знаю о китайской культуре, как-то мы там с партнером, с которым создавали, много бывали в Китае, много видели, но мы сами европейцы, и поэтому я, понимая, что нужно западному человеку от китайской культуры, вот постарался как-то это подчеркнуть и обострить. Поэтому того явления чайного клуба, который мы имеем в Москве, в мировой культуре, в общем-то, не сильно существовало. В Китае такого нет. В Китае нет, в Японии оно совершенно другое. В Китае за ненадобностью, потому что в любом чайном клубе, в любой чайной китайской вы придете, вам дадут тут же пепельницу, принесут семечки, значит, Китай закурит, начнет вокруг хархать этими кожурками, а потом ему принесут еды, выпивки, может быть, и чаю. Очень мало чайных, где чай выделен как отдельное, и это очень дорого. Они тоже не такие, как у нас, поэтому, несомненно, новое явление в культуре очень полезное. Ну, о вашем клубе, если можно, подробнее расскажите, как давно он появился и... В 95-м году пришлось приехать в Москву, учить дочь. Дочь у меня скрипачка сейчас, одна из ведущих мировых успешных, а тогда ей было 10 лет. Мы продали квартиру, купили скрипочку, и у меня было 3000 долларов, чтобы доехать до Москвы с семьей. Вот и все. Отлично. Как-то надо было жить, и поскольку я немножко знаю китайскую культуру, вот я начал тренировать там, преподавать боевые искусства, оздоровительные практики, и решили с приятелем организовать китайский клуб, в котором можно было бы глубоко плавать в традиционной китайской культуре. Но потом остальная культура как-то так отодвинулась, потому что увиделся чай как перспективный коммерческий проект. Это 90-е годы, да? Это 95-е. В 95-е, 97-е годы мы сели в сад Эрмитаж, и вот чайный клуб чайной культуры саду Эрмитаж, это было наше. Вот и буквально за пару лет, наверное, мы сделали моду. Сначала среди обеспеченного слоя населения, которым было это интересно, особенно когда говорят про здоровье. Потом бани водка и рестораны всем надоели, а вот где-то трезво посидеть. Это культура безалкогольного застолья, а потом оказалось, что в самом деле за чаем договориться-то удобно. И пошли переговоры чайные, и потом пошли какие-то праздники, дни рождения, свадьбы. Есть такие люди, которые приезжают к нам в клуб отметить свадьбу свою. Ну, подразумевает, что безалкогольное. Безалкогольное. У нас нельзя курить, у нас выключают телефоны, снимают башмаки, говорят тихо. Пищи нет, только немножко сладости, сухофрукты какие-то такие натуральные. Вот. И чай. И вот, собственно, это стало модно, и возник рынок. Потом на... Рынок, клубный рынок именно, да? Рынок дорогого чая, потому что тут же потащили китайцы. Если у кого-то что-то успешно случается, в Китае такая традиция, они тут же начинают делать это, умеют они или не умеют, знают или не знают. И поэтому потащили тут же китайцы. Появился чай в китайских магазинах, там в Дружбе появился чай, появился на ВДНХ в китайской лавке. И потом появилась масса людей, которые, поработав у нас в клубе, получив какие-то знания, накупили денег на билет до Пекина и там с клетчатой сумкой или большим чемоданом, значит, на рынок купить чай у производителя. Потом все это мимикрировало очень интересно в Китае, потому что, скажем, есть такая Мааляндао улица, в Пекине главная чайная. Когда-то туда привозили производителей продать свой чай свежий в столицу. И я застал эти времена. А сейчас там огромный квартал, большой район города современный, отстроенный с огромными рынками, где сидит чудовищное количество торговцев, и производителей там осталось четыре. А остальные все вот просто барыги, которые... Перекупщики. Перекупщики, которые торгуют одним и тем же чаем из одного и того же мешка, собственно, там, ну, создавая переборкой ручной какие-то отличия. И к ним едут достаточно много сейчас людей. Сейчас модно стало ездить в чайные туры. И это, собственно, тоже наносит катастрофический ущерб китайской чайной культуре, потому что крестьянин, который раньше был озабочен тем, чтобы сделать хороший чай, потому что у него перекупщик в деревне сидит, и если он плохой сделает, он не купит. И тогда крестьянину придется ехать, продавать свой чай в деревню ниже, за другие деньги терять, время и так далее. То есть он был ориентирован на то, чтобы делать качественное, а качество определял китайский эксперт. А теперь туда приезжает из Москвы турист с мешком денег. Который таковым экспертом не является. Который никаким экспертом не является. Я вам должен сказать, что некоторые чаи, драгоценные, знаменитые чаи, за 5-7 лет изменились настолько, что их просто не узнать. Вот мне приходится для себя заказывать по старой технологии чай, как делали раньше, потому что сейчас никто не делает так, а то, как делают сейчас, это неинтересно. Ну и потом понемножечку стали крупные компании тоже ориентироваться на качественный чай, стали вкладывать деньги. Я думаю, сейчас самое время к тому, чтобы это стало каким-то разумным, цивилизованным таким сегментом рынка с нормальной логистикой, с нормальными таможенами, которые, я надеюсь, когда-то у нас в стране таки будут нормальными, потому что, скажем, в 97-м году Зубков тогдашний премьер сказал, мы отменим пошлины на чай. Но пошлины не отменили, их повысили, и 20% на фасованный, и 5% на нефасованный, а плюс еще проходная цена на таможне. За сколько бы ты ни купил этот чай, таможенники говорят, мы берем с тебя 4 ик, или 4 евро сейчас, и все. Вы не зависит от того, что за сорт, да? За ту же самую чайную пыль берут пошлины, исходя из своей установленной цены, которую берут у себя на таможне. И вот от этого, собственно, слагается рынок. Но я надеюсь, что в самом ближайшем времени это все должно отрегулироваться, как цивилизованно, и рынок качественного чая наконец заинтересует настоящих коммерсантов. Отрегулироваться, вот очень интересная фраза, Михаил, отрегулироваться должно, говорите вы, но этим кто-то будет заниматься, регулированием. Рынок, рынок, регулируется рынком. Рынок сам. То есть, если со стороны государства будет нормальная логистика таможенная, пошлиная, и вообще нужно сказать, что Столыпин в свое время, у него была отдельная программа, понимая то, что такое чай, он ввел чай в армейский паек, и это очень важно. И, собственно, государство очень плотно участвовало в регулировании чая, в частности, все чайные заведения были освобождены от всех налогов, потому что само по себе употребление чая это мощный инструмент в отрезвлении нации. И вот, может быть, наше когда-то государство вспомнит старую науку и попробует регулировать чайный рынок в эту сторону. Потому что само по себе это очень полезно для людей. Понятно. Осталось у нас немножко времени. Михаил, давайте мы с вами на финал программы, что ли, да, о перспективах каких-то поговорим, о ближайших, может быть, да, год-два-три или более далеких перспективах. В России как будет это выглядеть, на ваш взгляд, как это будет выглядеть во всем мире? Какие-то, может быть, новые тенденции вы так на ощупь сейчас определяете? Ну, вот, хотелось бы, конечно, можно сказать о том, что есть и что бы хотелось. То есть на современный рынок это 70% чая средний ценовой. Категории 20% на 16 где-то, наверное, это премиум. И остальное уходит на дешевый чай, вот тот самый чай в пакетиках и прочее. Вот эти 70% может быть от них как бы как-нибудь что-нибудь отделилось бы на совсем хороший чай, это было бы здорово. И что касается продажи, реализации, почти 40% чая продается в сетевых магазинах, это гиперсупермаркеты. Я по своему опыту знаю, что, скажем так, вот выпал в Китае неурожайный год, поднялась мода на пувар, цена на сырье, что 30% выросло. Производитель российский чая, который закопает сырье в Китае и фасует здесь под своим брендом, поставляет в сетевые магазины, не может поднять цену. Следовательно, он будет вынужден закупать сырье худшего качества. Вот было бы хорошо, если бы чай все-таки уходил в какую-то отдельную специальную структуру, не в огромные сетевые магазины, а это был бы более гибкий рынок, и тогда бы можно было, конечно, и по цене, и по качеству работать интереснее, потому что, в самом деле, люди создали бренд, поднялась цена на рынке, а супермаркет не дает им поднять цену розничную, поэтому они вынуждены закупать худшее сырье. Выделить чай в отдельный сегмент, и чтобы этим сегментом занимались профессионалы, чтобы это не становилось частью вот этого огромного общества потребления в одном магазине, а хорошие чайные лавки. Вот это было бы замечательно. Ну, кстати, я периодически так, по крайней мере, в Москве вижу специальные магазины, войдя в которых аромат сразу сбивает с ног, дам исключительно огромное количество сортов чая. Вот в этом направлении хотелось бы. В этом направлении. В этом, но вместе с тем, а сейчас очень такое представленное на чайном рынке, на рынке дорогого чая, это закупить на eBay, оплатить через PayPal, получить почтой России посылку килограмм там или два килограмма, и открыть интернет-магазин. Вот это, конечно, грустное безобразие. Точно так же, как и купленные с клетчатой сумкой у китайского крестьянина. Это примерно то же самое. Да, это то же самое. Ну, это какие-то издержки, которые, я надеюсь, в ближайшее время утрясутся. Дай бог. Дай бог. А что касается производства чая в России, как вы думаете, оно будет увеличиваться? Производство чая в России очень важно для того, чтобы производить чай. Может быть, сделать какое-то отступление от того, что было раньше, потому что у нас очень сильно держится за прошлое. У нас был в Батумии институт чая, у нас был завод по производству чайного оборудования. Я видел грузинские заводы практически, все из тех машин, которые вот у нас были советского производства. В моем представлении, я бы в Китае ни одну не смог пристроить. Нет такого. Вот этот гигантизм, который был свойственен тогда, догоним-перегоним, сделаем много, это плохо. Очень было бы хорошо, если бы люди, вкладывающие деньги в производство отечественного чая, закупали бы качественное оборудование на Тайване, скажем. Потому что исключительно оборудование для производства чая на Тайване. Брали специалистов, и я думаю, что есть возможность поделать хорошего чая и на Руси. Здорово. Михаил, спасибо огромное. Михаил Баев, президент клуба чайной культуры, сегодня в бизнес-классе. Мы обсуждали чайный рынок России. Еще раз огромное спасибо вам за очень интересную беседу. Пожалуйста, всегда. Спасибо, уважаемые слушатели. Всего хорошего. Успехов в бизнесе. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok